Сегодня правила меняются абсолютно для всех. Я позвал трёх своих друзей, чтобы сделать самые честные гонки. Нас ожидают четыре трассы, строить которые будет каждый участник. Каждый из нас сегодня построит свою собственную трассу на 50 чекпоинтов без каких-либо ограничений. Все участники могут блеснуть своей фантазией и построить либо крутую, либо смешную трассу. Перед стартом каждого заезда гонщик, который строил трассу, случайным образом определяет класс автомобиля под заезд. Выбирает любую понравившуюся машину этого типа и все участники гоняются на ней. По завершении четырёх гонок участник, набравши наибольшее количество очков, побеждает и забирает 5 миллионов долларов. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Именно эту идею предложили вы в комментариях, поэтому мы решили попробовать это реализовать и получилось действительно круто и очень смешно. Гонки на одинаковых тачках это реально круто и те трассы, которые строили сегодня парни, это настоящая жизнь. Именно поэтому досматривайте до конца. Перед просмотром этого ролика вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на канал, подписались на телегу и на второй лайв-канал. Все ссылочки в описании. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Ну что, парни, сегодня каждому из нас будет дана возможность создать свою гонку. Сегодня действительно нас ожидают самые честные гонки, которые у нас когда-либо были и сейчас я объясню почему. Мало того, что каждый из нас сегодня будет создавать свои гонки, в которых будут участвовать все, так и машины на каждую гонку будут даваться одинаковые. Ну и шансы сегодня будут равны на максимум. И таким образом мы посмотрим, кто из нас является самым лучшим гонщиком и кто сегодня заберет самый главный приз. Ну что ж, кто желает первым? Я, 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 я. Подожди, кто первый? Я первый сказал. Андрей сказал. Андрей сейчас будет создавать гонку, но перед ее созданием мы прокрутим колесо удача, которое скажет, какой класс автомобилей нас ожидает под этот заезд. Итак, у нас есть спорткары. Я уже кручусь, а что колесо? Нам падают джипы, пацаны, мы на джипах будем проходить гонку у Андрея. Поэтому, Андрей, прямо сейчас, начиная с того места, с которого мы начнем, ты создаешь гонку. Но перед тем, как ты начнешь ее создавать, ты должен сказать, на каких машинах мы будем все это проходить. Опять же, у нас класс джип, и ты сам выбираешь, на каких машинах все мы будем участвовать в твоей гонке. Так что, подумай и дай ответ. Ну что ж, Андрей сделал свой выбор, и выбор пал на Dodge Ram TRX. Поэтому, парни, мы сейчас берем эти машины в аренду. Андрей, Андрей создает, соответственно, гонку на 50 чекпоинтов, и мы начинаем. Ну, друзья, посмотрите на эту картину. Четыре мощнейших, злейших Dodge Ram TRX. Олег, я сделал трассу, наконец-то мечты. Ну что ж, давай, смотри, какую трассу. Какую, подожди, давай я просто хочу посмотреть. Я хочу просто... Дааааа. Легенда, я так же хотел. Зачем ты чекпоинта так близко друг к другу ставил, просто скажи, пожалуйста. Хорош, легенда, реально. Это максимум, это максимум, это максимум, на что Андрею хватило фантазии. Короче, мы просто попринамо едем. Это W. Ну что, парни, желаю удачи, да победить сильнейший гонка Андрею. А подрезать, тетя, можно? Нет, без подрезаний, без подрезаний. Все, полно вопросов нет. Андрей меня заторанил. Чего меня толкали? Не, 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 не было, не было, не было, не было, не было. Я хотел, как же я профессионально ща мясо повезу по левой трассе. Андрей, пакет бери, это... Ну кто так чекпоинты ставит? Ну кто так чекпоинты на встречку ставит? Ну кто так делает? А везди, пожалуйста, просто. Это ну я не тормозал. Алло, он вообще как пьяницы их ставил. Я че сказал 10 раз, Андрей? А без подрезаний делаем это ща, что было такое? Его я ничего не предстоит. Ну Максим, ну сказал же, без подрезаний делаю. Как ты чекпоинт взять, ты мне мешаешь, Олег? Ну так притормози, значит, ну что за тупишь? Здорово, чекпоинты стоят очень хаотично, Олег. Ой, Олег, мне путь бусы давил. Они очень хаотично стоят. Они то слева, то справа, то слева посередине. Слева, справа, посередине. Там один вообще вкус... Почему нельзя ровно поставить просто чекпоинт? Они понимают, что ты свой, Андрей. Нет, нет, ну почему я именно? Да, Олег, сука, тварь. Я, блин, я улетел, потому что, ну алло, я захожу. И смотри, Андрей едет первой в своей гонке. Андрей хотел сделать нормальную трассу, но в Доги сделал опять жиденькую. Ну реально. Красивая трасса, нормальная. Впервые дали возможность создать свою гонку, проявить свою фантазию. А кто красный, Олег, ты? Я, да, я. Ах, ну там чек взял, ты вообще не по нему проехал. Он реально, смотри, смотри, он змейка делает, в разды едешь, но вот коротко просто фантазия реально, Андрей. Ну это типа серого строя. Первые за несколько лет возможность дали свою гонку создать, в итоге... Красивая гонка, я бы не победил. Да ты с чего ты взял, что ты победил? Интересно, почему? Ты еще не финишировал. Ё-моё! Я сейчас улечу просто. Здесь реально чекпоинты просто на только гения вот такое создают, вот реально. Блядь, на той стороне. Сам обоспал. Нормально, 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 давай! Олег, не надо, я подрежу. На пяточки! На моей гонке я не дам победы. Не, Олег, для подрезания неинтересно, с подрезаниями все. Пи***ц, нахуй. Ну что это делаешь? Ну иди в кусты, давай, иди. Да ты меня нахуй выпнул, блядь. Ты сам на меня выехал, ты сам на меня выехал. Ты пища, ты зеленая, блядь, нет. Это только не третье место, только не в моей гонке. Чё нахуй, Максим? Конечно, ты меня убрал. Так тебе и нужно. Крыса, Андрей, по этому не умеет играть. Я еще раз говорю без подрезания, но реально давайте отдохнуть. Я не мог отдать, я ранил сейчас. Я не мог отдать. Всё, я приехал, я финишировал. Боже, ты тупой, второе место в своей гонке занял. Второй приезжает Андрей, третий приезжает Макс и четвертый, на удивление, приезжает Артем, человек, который вообще в моменте ехал самый первый. С Подрезаний у меня, потому что Андрей подродит. Нет, всё, мы без подрезаний, еще раз, зарезюмируем, без подрезаний. Окей, подразами. Когда окрестно, кто следующий? Кто следующий? Кто следующий? Я! Макс быть будет. Всё, Макс создает гонку, но сейчас мы прокрутим колесо удачи, и помимо какой класс автомобили нас ждет. Ну что ж, у нас остались суперкары, у нас остались спорткары, и осталась классика. Давайте мы прокрутим колесо. Классика МБР. Максим, ну это W, суперкары. Создавайте гонку под суперкары, получается, и давайте сразу. А, подожди, для начала скажи, на каких машинах, чтобы одинаковые были. Надо подумать, надо подумать. Подумай, и будем создавать гонку. Ну что ж, Максим подумав, принял решение. И какая машина, ещё раз, Максим, договоришь? Это у нас... Spider 819. 819 Spider. Ну что ж, на этой машине, ребята, мы будем принимать участие, соответственно, в нашей следующей гонке, которую создаст Макс. Ну что ж, Максим создал свою гонку. Давайте ознакомимся с Максимом. И сам гниль. Не надо, всё, я нажимаю на часть. А, ну, нормально. Чего там троллинга много? Максим по встречке решил поехать. Пацаны, сразу предупреждаю. Андрей Бесеевич должен быть на дороге. Сразу предупреждаю, гонка извилистая. Так, ну ладно, давайте начинать. Ну что ж, каждому желаю удачи. Да победит быстрейший и сильнейший, погнали. Кто-то нравится, тот гондон. Без аварии. А, полностью. Ничего не делал. Ой-ой-ой. Ну зачем? Ну я же 10 раз попросил, но без аварии. А что они теперь делают? Ну, возвращаться на трассу, едь. Я не заторанил, а лёд специально. Ты заторанил, я это провидел. Ты загонишь, вон кто-то улетел. Меня занесло, алё. Занесло? Занесло, конечно. Друзья, всё по встречке. Да, да, да. Ну это, конечно, и хрень. Просто аморальная мразь. Блин, жёсткая гонка. Жёсткая очень. Да, Артём, не торань, поживай. Алё, я вообще в жопе еду. Это я еду за тебя, Максим. Олег, какашечка. Ну вот как ты так ставишь, чек-поя-то? Ну ты дурак, ну ты. Да я тормозил. Машина говна полного. Ну 20 раз, когда я делаю. Ну иди отсюда, но 20 раз говорю. Давай, Андрей, мы должны улететь. Ну нет, не отрезать же. Так я не подрезал, я тормозил, влетел. Да, ну я прям увидел. Я сам забыл. Унёл. Что дальше ехать? Аккуратно, здесь разворот. Унёл, спасибо. Да, пожалуйста. Что за трассы? Да я сам её не знаю, алё, я забыл уже. Да ё-моё, ну что это такое? Я думал прямая будет, как у Андрея, только по встречке. У меня самая ху-няная трасса была. А чё, всё, покажи? Господи. Ну ты реально прикалываешься? Куда тут заворота? Да, по ЖД путям. Сейчас потом на крышу заедем. Потом НРД путям, да, Олег. Куда я ехал в рот? Да, ну ё-моё. Но вы же хотели завозную гонку. Я не говорил про завозную гонку, он сказал просто нормально. Нормальную гонку сделал. Да ты ебан что? Тихо. Да, тут надо было не туда. Тихо. Надо куда Олег. Да что за говно? Макс, это ты построил просто везде, пожалуйста. Алё, вы сказали, типа, ху-ть не строить в мир. Ну всё, я нормально. Ну всё, я нормально. Ну всё, я нормально. Ну всё, я нормально. Ну всё, я не понял, что чекпоинт. Он там на трассе у заправки, пацаны. Как это чек взять вообще? Ну это вообще, забейте, где, куда дальше. Да, ну да, по идее. Не, это Макс прям перемудрил, конечно, с поворотами. Вы сказали, чтобы я нормальную сделал, так нормальную. Не, я как чувствую, что трасса дебильная будет. Ну это же Макси. Макси у друга за ноги. Макси у меня максимально. Блин, не, это жёстко. А здесь куда? Вот ты поставил специально вот здесь вот на уголке вот этом, да? Просто вот на чекпоинт. Да, блядь. На этом подъеме. На нем подпрыгнуть надо, алё, вы тупые. Не, я нормально поедал. Я не буду подпрыгивать. Так, я напоминаю то, что у каждого была возможность сдать гонку на 50 чекпоинтов, получается, да? Ну, ё-моё, тихо, нормально. Ну я как дебил просто летаю максимальный. Бибил, бибил. Там забейте, пацаны. Ну перевернись. Не, вот тут реально максимально непредсказуемая гонка, друзья. Просто максимально, я не знаю. Ну а вы что думали, что я лох, что ли? Ну посмотрим, чё. Да куда дальше? Ты, ну ты прикалываешься вообще. Не, чтобы на больших скоростях сделать гонку на спайдерах просто, на суперкарах, на вазах. Плевать, я просто на Аклали буду чеки ставить на своей гонке. Ну не, ну давайте адекватно, пожалуйста. Не, 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 не. Пожалуйста, давайте. После этой гонки адекватно, ну невозможно будет. Урод, просто урод. Там реально, там все повороты неожиданно. Да что за хрень? Подожди, Макс едет сейчас второй получается, да? Кто третий едет? Я третий. Есть понятия вообще по местам. Я только мексиканскую проезжаю. Блядь, ну какой идиот. Ну тут реально, тут просто других комментариев, а не дать вот просто описание этой гонки, реально. Да вы обуевшие, вам не угадишь. Делаю нормальную, завозную, делаю обычную. Ну тут просто, ну хотя бы повороты, чтобы было понятно, куда ехать, просто поворачивать и все. Вот было бы так, было бы вообще. Нет, так это было бы не интересно, это было бы Л. Макс, Макс, я, я, подожди, залагал еще, еще залагал, алло. О, отлично, обгоним. Алло, ой, залагал все. Просто картинка стала, облака. О, долговорил. О, найс. Макс, я все, конечно, понимаю, ты чекпоинт в воде поставил. Как ты умер? Ты гений. Макс, а как ты чекпоинт в воде поставил, скажи, пожалуйста. Там просто было. А куда ехать-то дальше? А, все, это финиш. А, все, я финишировал. Блядь, у меня здесь тоже зависло, Олег. Так вот, у меня там картинка просто встала, я вообще не понял, что за прикол. Нет, ставить чекпоинт на финиш на воде, это финишировал. В. Ну все, Максим приезжает второй. Я еду. Скажи, брат, Андрей, как ты умер вообще просто? Вылетел из лобаша. Опять-то не пресекнулся. Все, финиширую, найс. Ну что ж, по итогам второй гонки у меня первое место у Максима, второе место у Артема, третье место, Андрей не финишировал, четвертое место. Ну что, Артем, кто из нас создает следующую гонку? Ты или я? Давай я, давай я. Давай ты и... Давай, стой, погоди. Не надо, пожалуйста. Поделиться с классом автомобилей, который нас ожидает последующую гонку. Ну что ж, у нас осталось два класса тачек, это спорткара и классика. Давайте, значит, прокрутим колесо и узнаем, какие тачки нас создать. Классика. Дальше это спорткары. Значит, мы гонку Артема будем проходить на спорткары. Ну что ж, по итогам Артем определился с машиной и гонку мы будем проходить на BMW M4G82. Ну что ж, давайте смотреть какой гонка создать Артем и что из этого выйдет. Ну что ж, наша третья гонка, которая была создана Артемом. Давайте быстренько просто... Нет, я начну. Не-не-не-не. Заткранится. Ну что, BMW, поехали. А был. Я сам. Я сам дебил понял. Я вообще забыл. Понятно. Гон. Андрей-то ранится. А это себе не специально было. Ну, бля, нет. Я скажу так, что сначала я какую-то фигню там нарисовал, потом нормально там в городе прям реально богом надо будет реально 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 не врешь здесь на право да ну конечно просто предсказуемость ну вот максимальная реально окне вот тут я пожалуй карту все-таки включу потому что реально не поджопу дали у нас пацаны еще не лучик в гонке почему я именно вот человек который должен вредаться вы реально не можете создать нормальную гонку просто нормально вот не чтобы на спорткарах ехать по нормально так вот на дороге мы едем блин по бездорожью мы на джипах а это кто сейчас я не понял я занесло нифига сейчас занесу вы просто решили реально но поехали вот так куда по горе вот на спорта на массы еще могу сказать красавчики так как нету дороги но боком боком нормально дорога пошел нормально просто наконец-то спасибо что хоть здесь нормально сделание не дальше все будет это начало такой сумбурно просто потому что мы в песках начали что за слово тупое окладно не паникуем не паникуем а я не понял куда ехать на паникуем не паникуем не паникуем не паникуем не паникуем раньше времени я начала не помню то что там назад надо было давать ну все я делал то же самое с нами не надо тут неправда огромная неправда 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 крыса на андре она в меня специально у ебалась дура это блядь окей олег я требую судить по решениям ну ты тут по андрею лечение не понимаю что готовьтесь боком в городе давать не понимаешь олег насколько я далеко от вас да подожди а где подожди пацана вы где едете мы в городе как вы обогнали меня вы чё приколуете а это произошло да олег я тебя третьему ебал а как это подожди произошло потому что делали потому что по прямой там ехал дальше до верха мы не вернулись сразу я сразу за артемкой нет а вот они сюда вы конечно в этом весь мем то что я помню какие-то повороты не помню понимаете какого мне я тоже не запоминаю трассу когда чекпоинты выстраиваются нет на тебя мы все вместе говорить просто не запомнили нормально просто бикфут по городу едет конечно здесь будет поворот просто пиздец Олег а нахуй ты пытался меня затаранить я не пытался я разворачивался реально тут логично что поворот направо должен был быть почему здесь так вот и врезаешь даже у него ком ком но даже у меня не лагает а италья 我 stole поросит в hardship а вот растут в это место вытира где кр can bucket g на ERT бы примерно сидевたい 71 во яite может ели возможно то я не могу его времени короче в отношении 7 cak канал налога оплата не пикнуть kommtiск поплати поплачь я вообще не так поехал гулин я вообще сейчас не так поехал тут поставка пацаны извините 1 потом ты залетел я причем я не летал на эту тупой вот это что здесь такое происходит это что за базу своей гонке ну то есть 3200 ну как ты ставишь чекпоинты но артем ну но максим дурацкие просто я не понимаю не но это была жесткая гонка ну чтож первое место занимает артем второе место занимая третий приехал 4 андрей сдался просто какие как финальная гонка уже под моим руководством под моим созданием смогли найти в аренду на торговой площадке но так или иначе у нас стоковый каунтачи супер старая машина классическая ну чтож надеюсь все пристегнули ремни безопасности потому что всякое бывает я не но аккуратно я тебя вас очень сильно прошу просто аккуратно есть сейчас улетел аккуратно просто без тарана гондон они не умеют а я при чё здесь я при чё говорю я тому на гиммере не они там не надо перепрыгивать и сейчас сразу предупреждать разворот просто будет и все это нормально это нормально это классика случается всякое было я говорю другому 3 говорю четвертого говорю здесь налево и строго прямо сейчас едем пожалуйста я вас очень сильно прошу меня ментостолен вины без накопления товарища пока не будет когда его задержат не надо ничего продавать делать арестуют и чего нормально но я надеюсь колеса прострелить с простой вот и вот больше сам иноват не мент это лохи от них уехал эти надо извиниться потому что артема я не специально это делал мне просто притормозил немного вынимают я не тормозил я как вылетел тут нормально каплю я вижу удачи ой я вижу вас ноги подождите меня пожалуйста нормально извинись ты хотел извиниться или это мне надо сейчас извиниться это тебе надо извиниться это приколу мне приятно но я так и понял дубой ёб наху ты тормозишь к тормозам блин немножко я вас видел реально гонка извинения какая то я не знаю по факту все извиняться будут пацаны каждая из вас это пинк у меня ты прям был андрея ставлю бля если вы подрезали но подождите поставьте человека всякая бывает всякая случайно поэтому говорю о ляге дать он заранее ты вода улетишь извини когда не надо сдаваться только попробую это сделать там аккуратно там реально заранее просто так как я понял это вот модельник этот просто вреда вообще но ничего макси такой пацаны вообще не партийте я говорю вам просто не еду уверенно я говорю шансы есть на гонке догнать кого-либо тормозил пара мусорами еще его загнал функциональный просто человек у нас очень если он тебя даже поправил он свое звание здесь вниз реально а вы что не видели что ли там реально вниз я забыл про это реально я забыл спасибо за что спасибо то а за все там сколько я хочу стоял очень будет лагать у меня в городе извинись извини что перед тобой все извиняться должны то я не понимаю ты еще создал конкретно дтп ситуация не кажется торговая авария кстати дальше кайф на самом деле давай дебилы вот ну нахуя зачем ты тормозил скажи пожалуйста да ты извинись уже наконец ты извинись ты извинись понял просто александр где будет всех подрезать так смотри на карту где следующий чекпоинт находится и все потом за кадром плачет и след ты я еще раз говорю ты посмотри на карту где находится следующий чекпоинт да какая разница зачем положу кайф 1 е другой разница вот вся разница да мы опять пропустили его да и ладно артема то я делаю влезет и плакать артема то я его долбил ладно на чем пытался меня убрать в итоге убрался автобус это был такой бандский а бог на поле полезно да меня артем там подрезал немного мне не кажется а что я а а да ты что делаешь а как ты меня бежишь андрея лагеря лагеря просто как ты бежишь меня но ты не представляешь 2-1, начнутся слезы. Привет, Андрей. Бесполезная кожа вокруг компьютера. О, я же сказал. Давай, давай, давай. Не, главный перейден. Я уже финишировал. Он же финишировал. Он же финишировал. Ну нахуй. Да, какая ты просто... Сейчас, финиш где, сверху? Сверху, да, сверху. Я финишировался. Бам. Бесполезная кожа вокруг компьютера. Еду на третью, вам кому-то пиздец. Нет, нельзя, нет. Этого делать нельзя. Ни в коем случае. Я лего такси. Меня Артем сам уебал. Я стою на месте. Я так Олега затянул. Я так Олега начинаю говорить. Ну зачем? Ладно, я красиво. Андрей сам у меня уебал. Я красиво делаю вот так вот просто и все. Он Радико проиграет. Андрей сразу сам у меня убрал. Такой, ну зачем? Последнее место, ребята, да. Итак, первый приезжает Макс. Второй приезжает Артем. Третий приезжает Андрей. И я приезжаю 4-ю Артем. Ну что ж, давайте смотреть результат общий. И смотреть, кто сегодня победил. Ну что ж, дамы и господа. Настало время подвести итоги наших сегодняшних гонок. И давайте пройдемся по порядку. Последнее место, набрав 7 очков, занимает сегодня Андрей. Хотя, на самом деле, Андрей, в первой гонке ты занял второе место. И у тебя был, на самом деле, шанс урваться вперед. Но что-то потом ты просто дал загадки. Следующее место у нас, получается, третье. Занимает Артем, набрав всего 10 очков. Максим идет следующим, набрав 11 очков. И с разрывом в 1 балл, получается, вырываясь вперед, я набрал 12 очков. И победа сегодня достается мне. Ну что ж, друзья, вот такой ролик у нас сегодня получился. Если вам понравилась эта рубрика, то пишите обязательно про это в комментариях. То сделаем это обязательно еще раз. Ну а на этом сегодня все. Огромное вам спасибо за все. Не забывайте, прожимая кнопку лайка и подписываться на канал. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.